Приветствую, друзья, на канале 3DVR! С вами Дмитрий и сегодня у нас будет распаковка и сравнение двух версий шлема HTC Vive. Итак, первая версия у нас идет в стандартной упаковке и вторая версия идет в слим упаковки. Итак, давайте же посмотрим, чем они отличаются. Поехали! Итак, друзья, давайте же откроем коробочку. Достаточно сделана из большого картона, очень плотная. Здесь у нас идет глянцевая поверхность, два цвета, черный и голубой. Смотрите, на обратной стороне у нас идет паралончик, все сделано дорого, все очень круто. Итак, давайте что у нас внутри. Первое, что мы тут видим, это у нас инструкция о том, как и что делать, с чего начать. Инструкция идет на английском языке, а то даже на пяти языках. Так, коробочка у нас разделена на четыре отделения и поехали. Итак, в первом отделении, ближнем от нас, у нас лежат здесь два контроллера HTC Vive. Контроллеры идут уже с проводками, с шнурками. Так, давайте мы их берем. Так, давайте вытащим. Под контроллерами у нас еще есть одно отделение, где у нас блок питания USB, еще один блок питания USB и два проводка USB, видимо для зарядки контроллеров. Так, что у нас тут еще? Здесь у нас вроде бы все, ничего нету. Так, теперь давайте к следующему перейдем. Здесь у нас две базовых станции, очень плотно сидят, все очень сделано аккуратно. Так, как-нибудь подвинем его. Это вторая базовая станция. Под базовыми станциями у нас еще есть одно отделение. Здесь у нас идут монтажные крепления базовых станций к стене. Идет провод синхронизации, по-моему, метров десять. И блоки питания к базовым станциям, две штуки. Так, ну и теперь, наверное, самое главное. Здесь у нас идет в этом отделении сама шлем-маска HTC Vive в первой версии. Так, под маской давайте посмотрим, что так куда мне их положить. Давайте посмотрим, что у нас еще под маской. Так, здесь у нас отделение совершенно пустое. И остается маленькое отделение с надписью linkbox. Давайте же откроем его. И так, что мы тут видим? Здесь у нас идут инструкции. Сам linkbox. Напомню, он играет роль такого предохранительного устройства. То есть, у нас с двух сторон тыкаются провода. С одной стороны у нас тыкаются длинные провода, с другой стороны провода, подходящие к компьютеру. Если вы там, допустим, дерните с той или с другой стороны, провода разомкнутся, тем самым обезопасит вас от разрыва провода. Так, вот с linkbox у нас еще идет маленькая такая наклеечка. Это двухсторонний скотч толстый. Я так понимаю, мы клеим linkbox куда-то к стене, чтобы сделать такую предохранительную связку. Так, здесь мы тоже открываем. Здесь у нас идут проводки. Так, это у нас провод HDMI маленький. Это у нас дополнительная насадка на шлем. Называется Narrow Face укороченный вариант. Потому что вот на самом шлеме здесь она идет толстая. Напомню, что она меняется. То есть, ее можно, в принципе, открепить и на ее место прикрепить по своему желанию более тонкую накладку. Так, что у нас дальше. Здесь у нас идет тряпочка для протирания линз. В принципе, в этой коробочке у нас абсолютно все. Давайте теперь все это разложим. Итак, друзья, давайте туда подведем итог. Коробочка у нас сделана из достаточно дорогих материалов. Сделана даже с гравировочкой, перфорацией. Сделано все из дорогих материалов. Паралон. Все очень плотненько. Мне кажется, что это очень дешево. Так вот, я думаю, что могли бы сложить и покомпактнее. Наверное, в следующей версии упаковки мы это как раз и увидим. И сравним, как это было в двух фотографиях. Ну что ж, поехали. Итак, друзья, насколько мы видим, с ним упаковка на треть меньше, чем оригинальная версия. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, есть удобная ручка для переноски. И, конечно, у оригинальной упаковки такой нет. Ну что ж, давайте откроем и посмотрим, что же там внутри и как там все уложено. Поехали. Ну что ж, давайте приступим к распаковке SIM-версии HTC Vive. Поехали. Так, у нас тут на липкой защелке. Напомню, что в оригинальной версии там ничего такого не было. Коробка простая. Кстати, у нее здесь стикер о том, что ее открывали. То есть, если мы, допустим, распакуем, мы уже будем знать, что она была открыта. Так. Она как-то вот выдвигается сверху, видимо. А-а-а. Слушайте, у нее немножко уже по-другому все открывается. Там было гораздо удобнее. Так, итак. Что мы тут видим? Сразу же у нас идет рекламный буклетик Get Started. Давайте начнем. Здесь, в принципе, все то же самое. Смотрите. Джойстики здесь уже лежат под углами. Станции базовые тоже лежат под углами. И они уже лежат в одной. Так, давайте мы их вытащим. Так. В принципе. Под ними все сразу же так же упаковано, как и там. Лежат проводки. Лежат блоки питания. Соответственно, крепления для базовых станций. Там как бы этот, практически два отделения совместились с одним. Вот. Отдельно здесь лежит шлем-маска HTC Vive. Да, она без всего. Давайте мы все повытаскиваем. Так, и отдельно, соответственно, у нас тут линкбокс. Ну, в линкбоксе тут сразу видно, что все уложено, как и в той версии упаковки. Так, сейчас мы аккуратненько все это выложим. Так. А, и вот, кстати, что сразу увидел, что здесь она белого цвета, упаковочка для линкбокса. Так. В принципе, это все. Давайте теперь глянем, что у нас к чему. Итак, как мы видим, описание, накладка для лица, блок питания для самого шлема HTC Vive. Так, это у нас HDMI-провод, USB-провод, сам линкбокс, тряпочка для протирания линз микрофибра, наклейка для линкбокс, чтобы приклеить его, и он никуда не двигался у вас. Так, ну, первое, что, конечно, бросается в глаза, провод аудиокабель, а, это у меня аудиокабель, это кабель синхронизации с джеком 3,5-дима. Да, он как аудиокабель, 10-метровый. Он смотан немного аккуратнее, то есть он поплотнее более, в отличие от той версии. Так, ну, а здесь уже у нас все то же самое, по сути. То есть, так же, как и в той версии. Так, сам шлем базовой эстанции ничем не отличается от оригинала. Ну, и, соответственно, сами контроллеры тоже вот ничем не отличаются. Они только лишь лежат боком. Что примечательно, здесь специальная проставочка, чтобы они боком лежали, и все было очень удобно. Что можно сказать по поводу упаковки? Скажу следующее. В отличие от большой версии, оригинальной, здесь у нас идет чисто поролон мягкий. А в оригинальной версии еще шел очень жесткий поролон, который ограничивал и делал несгибаемые бока. А так, в принципе, все одно и то же, по сути. Ну что ж, друзья, мы с вами сегодня распаковали две версии шлема HTC Live. Обычную и Slim-версию. В принципе, отличаются они только упаковкой. И, соответственно, в большой версии там более просторная упаковка. В принципе, от Slim вообще нет никаких отличий. То есть здесь более аккуратненько все уложено. Там это сделано как-то с размахом. Ну, в принципе, без разницы. Хотя эту коробку более удобно носить с собой. Субтитры сделал DimaTorzok Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был Дмитрий. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok